Рассказал мне Раби Абну Кааб Али Аслами. Раби Абну Кааб Али Аслами из подвижника. Сахаб из подвижника пророка Али Салату Салам. Раби Абну Кааб, известный. Раби Абну Кааб Али Аслами. Аль-Мадани. Умер он в 63-м году хиджры. Он который помогал пророку Али Салату Салам, прислуживал пророку Али Салату Салам. Он говорит, я ночевал у пророка, у посланника Аллаха, саллаху алисалям. То есть, он возле комнаты пророка, саллаху алисалям, ночевал, помогал пророку, саллаху алисалям. И он говорит, я приносил ему воду для омовения, что ему нужно. Он сказал мне, проси, проси меня. Я сказал, я прошу у тебя, чтобы быть твоим спутником в раю. Может, другой попросит что-то? Может, что-то другое? Я сказал, говорит Рабинет, это, именно это. Он сказал, помоги мне против самого себя, в отношении самого себя, посредством чего? В отношении большого количества суджудов. Аллаху акбар. Видите, человек, Рабинет говорит ему, проси. Что просит он? Просит какие-то мирские блага, то хочу или это хочу, деньги хочу, динары хочу, деньгами хочу. Нет. Он говорит, хочу быть спутником твоим в раю. Посредством чего, правоксусом сказал, может достичь этого? Посредством, посредством суджудов, совершения большого количества суджудов. То есть, посредством совершения большого количества намазов. Почему? Потому что суджуд что делает? Как мы в предыдущем хадисе узнали с вами? Повышает человека, да, на степень. Каждый раз ты будешь делать суджуд, ты будешь повышаться, 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 повышаться. У Аллаха, Субханава Тааля. И будет повышаться твоя степень. И это из причин, почему ты будешь вместе с посланником Аллаха, его спутником в раю. Вот этот вот сподвижник, Рабия Абнукаб, мы с вами упоминали вчера, на прошлом занятии. Это он именно, этот слуга Прокоса. Это человек, который помогал Проколе Саратусам. Он сидел возле комнаты Проколе Саратусам и слышал, как Прокосусам все время, долгое время делает тасбих, говорит Субханаллаху би хамди, Субханаллах би хамди. Так что заснул, да, Рабия Абнукаб аль-Ассалами. В этом хадисе, из выводов первое, в этом хадисе побуждение побольше совершать суджудов, побуждение совершения большого количества суджудов, потому что это причина для поднятия степени и удаления грехов. Второе вот из этого хадиса, хадис указывает там достоинство, это достоинство этого выдающегося сподвижника, Рабия Абнукаба, Канна шедид лихтимам бель ахира. Его достоинство здесь выражается в чем, что он помогал Проколе Саратусам, и что он так переживал об ахира, и так заботился именно о чем, о счастье в ахира, об успехе в ахира. Потому что настоящий успех, аль-Фаузу-ль-Хаقيки, настоящий успех, это не успех в этом мире, это не достижение этого мира, не успех в этом мире, это успех в жизни вечной. Третий вывод из этого хадиса, в этом хадисе мы видим большую заботу посланника Аллаха, потому что он проявил такую заботу об этом сподвижнике, который помогал ему, прислуживал ему, и Пророк Али Саратусам захотел вознаградить его, и вообще это Пророк Али Саратусам было присуще ему, ему было присуще, что если кто-то как-то помогал ему, что он обязательно старался как-то вознаградить его за это. Следующий вот из этого хадиса, хадис указан на то, что человек, руководитель, он должен переживать, должен заботиться о нуждах своих подопечных, которые делают ему что-то хорошее, спрашивать их о том, в чем они нуждаются, чтобы помочь им как-то решить их проблемы, насколько может. Если не может, если не может решить их проблемы, тогда делает дуа за ним, тогда просит у Аллаха за ним. Следующий вот из этого хадиса, хадис указан на то, что можно, разрешенность, чего? Того, чтобы просить высокого положения, такого, как что, нахождение вместе с Пророками, быть спутниками Пророков, разрешено просить этого, разрешено стремиться к этому. Следующий вот из этого хадиса, разъяснение в этом хадисе того, что среди людей будут такие, которые будут вместе с Пророками править. Следующий вывод, хадис указывает, побуждает нас к тому, чтобы вести джига со своим нафсом, со своей душой и заставлять свою душу побольше совершать богоугодных деяний, да, угодных Аллаху деяний, чтобы достичь высоких уровней, каким образом? Путем противостояния от низости своей души. Душа зовет тебя к низкому, да, к всяким низким вещам, изменным зовет тебя душа, а ты противостоишь ей, чтобы получить высокие степени. Следующий вывод из этого хадиса, хадис указывает нам на достоинство, такое поклонение, как намаз, и что если человек дает много намазов, много совершает намазов, то это причина повышения степени. Продолжение следует...